Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Сегодня у нас очень важная тематика, это безопасность. И в этом нам поможет сигнализация из Китая, которая была куплена за стоимость 119 долларов. Сразу хочу отметить, что провел достаточно большой анализ, пересмотрел кучу видео обзоров в интернете, в ютубе, и пришел к мнению, что стоит выбрать как раз именно вот такой вот комплект, для того, чтобы обезопасить свою квартиру. То есть это, по сути, бюджетный вариант. Более дорогие современные аналогичные сигнализации будут стоить от 500 и выше долларов. Итак, давайте посмотрим, что же входит в комплект 119 долларов. Это сама сигнализация в виде вот такой вот панели с экраном. Сирена. Сразу хочу отметить, что орет она настолько сильно, что может разбудить два соседних дома. Шесть автономных датчиков на разрыв. Их можно ставить как на окна, так и на двери, что я, в принципе, и сделал. Четыре датчика движения. Датчик дыма, что немаловажно. И, кстати, для 3D печати это очень полезная вещь, о которой мы сейчас более подробно поговорим. Ну и, конечно же, Wi-Fi камера с множеством функций, по которым мы быстренько пройдемся. Набор инструкций как для самой сигнализации, так и для камеры. Ну и всяческие крепежи для установки на различные поверхности. Сразу хочу отметить, что данная сигнализация является автономной. Но при этом ее можно запитать и от внешнего источника. Давайте откроем заднюю крышку. Здесь мы видим слот под сим-карту. То есть можно подключиться не только к Wi-Fi, но и получать сообщение на телефон. Даже если злоумышленники попытаются вам отключить домашний интернет. И вот этот момент для меня был очень важным. Чтобы она была максимально автономной. При этом, если даже кто-то отключит питание и электричество, сигнализация все равно дальше будет работать. Потому что она запитывается не только от внешнего источника, который также идет в комплекте. Но еще внутри имеет собственную батарею с достаточно большим запасом времени работы. Сирена, которая идет в комплекте, подключается вот в этот штекер. Но подключать мы ее сейчас не будем, потому что слишком громко. Вот этот рычаг включает автономное питание. Мы видим, что у нас включилась сигнализация. С левой стороны с индикацией Wi-Fi сигнала и сим-карты. Но они не подключены, поэтому значки у нас не активны. Эта панель крепится саморезами с помощью вот этой вот пластины. Вот так. Система безопасности ОКО Плюс выключена. Как видите, очень хорошо все продумано. Если мошенники попытаются снять эту панельку, сработает сигналка. Можно сразу подключить источник питания 5 вольт. Для подключения желательно прикупить новую сим-карту. Я попытался поставить сюда старую, и она работала не особо корректно. Купив новую, все заработало как надо. Вставляем сим-карту в соответствующий слот. При этом не забудьте сим-карту пополнить. И желательно с пополненной сим-карты отправить хоть пару сообщений на какой-нибудь другой номер, чтобы она активировалась. Ведь наша панель будет отправлять вам смс-ки со снятием или с установкой сигнализации на ваш телефон. С обратной стороны мы видим, что у нас симка не активна. Это поправить очень легко. Вынимаем буквально на пару секунд внешний источник питания и отключаем автономное питание. Теперь снова вставляем источник питания и включаем автономку. И вот мы видим, появилась полная шкала. Сим-карта работает, все в порядке. Теперь крышку можно закрыть. Что касается внешнего вида, то выглядит очень симпатично. Мне понравилось. Динамик достаточно громкий. Есть кнопка вызова SOS. Это экстренный вызов. В этом месте мы прикладываем кнопочку для снятия или установки на сигнализацию. При желании можно поставить на сигнализацию с помощью брелока. Их тоже идет два в комплекте. Эта кнопка отвечает за снятие сигнализации, за установку и за частичную установку. Ну и кнопка вызова SOS. Дальность действия такого брелка составляет где-то порядка 5-6 метров. Мне хватает этого расстояния, чтобы пробивать даже через металлическую тяжелую дверь. То есть выходя из квартиры или подходя к квартире, можно снять с сигнализации, не открывая ее. Но сигнализацию можно как установить, так и снять и без брелока и ключа. Вот этот вот замочек отвечает за установку сигнализации. Давайте нажмем. Система безопасности ОКО плюс включена. Видите, нам дается 36 секунд для того, чтобы мы покинули квартиру. После этого сигнализация установится. Система безопасности ОКО плюс выключена. Также мы можем на панели установить пароль, чтобы эти кнопки активировались только после введения этого пароля. И это тоже очень удобно и надежно. Ну и самое главное, что оповещение на ваш телефон придет практически мгновенно. То есть даже если мошенники попытаются разбить эту панель, все равно вам придет сообщение, что к вам проникли в квартиру. Давайте быстренько пройдемся по меню данной программы. Здесь у нас есть настройка системы. Переходим в нее. Время задержки. То есть время выхода, время входа при срабатывании сигнализации. То есть у вас будет 40 секунд, чтобы покинуть квартиру. То есть вы можете выставить эту цифру так, как вам удобно. Стрелочком вы можете убирать цифры и ставить, например, там 35 секунд. Успешно выполнено. Точно так же и время входа, время срабатывания сирены мы тоже можем установить. Нажимаем на стрелочку возврат. Далее нажимаем стрелочкой вниз переходы. Это у нас настройка именно звуковых сигналов. Звук работы клавиатуры, звук оповещения, звук оповещения о установке сигнализации. Например, подсветка. Стрелочкой можем выключить ее. Благодаря этому у нас подсветка будет автоматически гаснуть. Звук клавиш можно тоже отключить. И успешно выполнено. Датчик неисправности батареи. Это, кстати, очень хорошая функция. Она вам будет оповещать о том, что у вас проблемы с батареей. Или она разрядилась, или там накрылась. И, соответственно, у вас сигнализация может не работать. Если внешнего источника питания нет. Пароль системы и пароль пользователя. Чтобы снять сигнализацию, злоумышленнику придется ввести ваш пароль, а потом уже воспользоваться этими доступными кнопками. Инициализация. Это все аксессуары и параметры будут удалены. То есть мы сбрасываем на заводские. Делать этого не нужно, так как я это сделал уже ранее. Возвращаемся назад и выбираем телефон. И вот здесь, ребята, нам нужно установить телефон. Здесь мы вводим номер телефона, на который будут приходить звонки. Дальше опускаемся. Это SMS-телефон, на который будут приходить SMS-ки о снятии, установке или срабатывании датчиков. Это у нас журнал. Журнал «Звук тревог» и «Журнал тревог». Детали – это достаточно важная функция, потому что здесь мы будем указывать наши датчики, а также брелки и ключи. Пока мы этого делать не будем, потому что приложение на телефоне у нас не установлено. К этой функции мы вернемся чуть-чуть позже. Возвращаемся. Далее идет у нас Wi-Fi, запись звука, дату указать, время охраны, время снятия, круглосуточное, время тревоги. Здесь все тоже это можем подкорректировать. На следующем этапе мы берем смартфон, открываем сканер и считываем QR-код. И скачем приложение Smart Life. Можем создать учетную запись, а можем просто попробовать, но тогда некоторые функции будут работать некорректно. Открывшееся приложение Smart Life предлагает нам добавить новое устройство. Здесь видите огромный список и перечень устройств, которые можно добавить. Выбираем меню «Безопасность», ищем «Сигнаризация Wi-Fi». Здесь у меня, видите, сразу отобразилась рабочая сеть. Прописываем пароль и нажимаем «Далее». Убедитесь, что индикатор мигает быстро. Сначала перезагрузите устройство. То есть отсоединяем провод, отключаем автономное питание, снова подсоединяем и снова включаем. Видим, что активировалась наша сим-карта, меню перезагрузилось. В приложении нажимаем галочку и нажимаем «Вперед». Происходит поиск доступной Wi-Fi сети, именно нашего устройства. После успешного подключения в панели у нас появится значок Wi-Fi сигнала, а также в самом приложении появится сама сигнализация. Нажимаем на нее и переходим на главную страницу. Здесь мы видим подключение нашей сигнализации. Она сейчас неактивна. Четыре кнопочки, как на нашем пульте. Если нажать «Полная охрана», «Система безопасности ОКО плюс включена». Видите, у нас включилась система и сразу пришло оповещение на телефон о том, что система установлена. При этом видим, идет обратный отсчет до установки. То есть дается время на выход из квартиры. Мы также можем снять с охраны с помощью вот этой вот кнопки. «Система безопасности ОКО плюс выключена». Видите, реагирует очень быстро и также приходит оповещение. Чуть ниже мы видим логи. То есть это все действия, которые происходят с нашей сигнализацией. Установка, снятие, срабатывание датчиков. Здесь все отображается. «Settings» – это настройки дополнительные. Обязательно сюда зайдите. И здесь вы можете выставить, например, задержку на вход. Поставить не 35 секунд, а 40 секунд. Также можете посмотреть номер тревожного вызова, которого стоит. Номер для SMS. Вот эти вот два ползунка, тревожный звонок и тревожный SMS обязательно включите. Иначе SMS не будут к вам приходить. То есть будут работать только от Wi-Fi сети. Но и средняя закладочка – это наши девайсы, то есть датчики. Сейчас здесь пусто, потому что мы их еще не добавили. Итак, друзья, первый датчик состоит из двух частей. Вот такая вот магнитная часть. Ее можно поставить в любом месте второго датчика. Например, сбоку, здесь сбоку, или здесь сверху, или даже хоть так. Если находятся они вблизи, то датчик у нас срабатывает. Но для того, чтобы его активировать, нам нужно с обратной стороны в первую очередь нажать на кнопочку «Включение». Видите, загорелся. Ну и проверить, чтобы батарейка была на месте. Кстати, батареи установлены прямо с завода. Если мы подведем датчик вот на таком расстоянии, буквально 2 см, видите, он уже сработал. Если мы его отодвинем буквально на 2-3 см, датчик тоже сработал. Давайте совместим датчик и поставим здесь. Заходим в меню нашей сигнализации, опускаемся в детали, выбираем датчик, добавить, датчик движения. Нажимаем. Нам дается обратный отчет, чтобы мы провели подтверждение. Для этого просто размыкаем датчик. И видите, появилось подтверждение. То есть датчик у нас зафиксировался. В меню приложения датчик пока не активен. Нам нужно просто перейти в соседнюю панель и вернуться назад. И вот он уже у нас появился. Если нажать на него, можем переименовать. То есть этот датчик мы поставим, к примеру, на сейв, чтобы при открывании его он срабатывал. При этом не забывайте нажать сейв вверху. Все, датчик у нас обозначен. Еще раз напомню, таких датчиков в комплекте идет 6 штук. Следующий девайс это датчик движения. Интересная вещь, но она абсолютно бесполезна в моем случае, так как у меня есть собака и два кота, которые постоянно шастают по квартире. И этот датчик будет тоже срабатывать постоянно. Активируется он с помощью вот такой вот кнопочки и ждем, пока он не загорится. Давайте его подключим к нашей сигнализации. Снова нажимаем добавить. Датчик движения. Вводим перед датчиком, пока он не сработает. И вот сработало подтверждение. Давайте обновим страницу, перейдя в соседнюю панель и вернемся назад. И вот наш датчик движения активен. Переименуем его на датчик движения, допустим, комната. При этом не забываем нажать сейв. Но, видите, комната не дописалась, потому что слишком большое название. Поэтому это тоже нужно учесть. Ну и последнее устройство, это датчик дыма. Будет многим полезно, потому что его можно использовать не только для самой квартиры, но и для других целей. Я же, например, его прикрутил под своими электросамокатами. В случае возгорания он сработает и оповестит о том, что есть пожар. А мы прекрасно понимаем, как хорошо горят электросамокаты. Поэтому эта вещь очень сильно мне поможет обезопасить квартиру. Ну и к тому же данный датчик можно поставить в разных комнатах. Его можно заказать в разных количествах и подключить к нашей сигнализации без проблем. Например, один поставить под самокатами. Второй поставить в 3D принтер. При возгорании, естественно, он нам оповестит, что есть проблемы с 3D принтером. А третий поставить, допустим, в комнате. Я думаю, что это очень хороший и полезный девайс. Давайте его подключим. Делается тоже очень просто. Также нажимаем добавить, датчик движения и нажимаем тестовую кнопочку. И, кстати, перед тем, как будете подключать, не забудьте убрать здесь защитную плену, чтобы данный датчик запитался от этой кроны, которая тоже шла в комплекте с заводом. Ищем наш датчик. Вот он, датчик 2. Снова меняем название. Датчик дыма. Сохранить. Сейв. Все три устройства у нас подключены. Давайте проверим, как они работают. К примеру, этот датчик мы установили на входной двери, как это сделал я. И вот, допустим, злоумышленник пытается зайти. Открывается немножко дверь. При этом приходит сообщение на телефон. Также идет дополнительно вызов на сим-карту. Система безопасности ОКО Плюс выключена. Отключили мы нашу систему. То есть, к нам еще дополнительно приходит сообщение на телефон, что в зоне сейв у нас сработал датчик. Кто-то попытался проникнуть в наш сейв. Частичная охрана устанавливает мгновенно сигнализацию. То есть, без отчета. Давайте проведем перед датчиком. Раз. Посмотрите, как быстро датчик сработал. При этом у нас пошел вызов. Как мы видим, все датчики работают исправно. Теперь остается только вопрос, как подключить два вот таких вот брелока и два ключа. Подключение брелока происходит в другом меню. Возвращаемся стрелочкой. Выбираем брелок. Снова добавить. И нажимаем. Происходит автоматическое подтверждение. И мы видим, что в меню пульт у нас появился пульт 0. Снова возвращаемся назад стрелкой. Нажимаем RFID. Это как раз наш ключ. И подводим ключ. Система безопасности ОКО Плюс включена. Этим же ключом мы не только ставим на сигнализацию, но и снимаем ее. Система безопасности ОКО Плюс выключена. Если перейти на последнюю вкладку, вот появился наш ключик. Вы тоже можете его переименовать, так как в комплекте идет два ключа и два пульта. Данная сигнализация мне очень понравилась и безопасностью, и удобством использования. Потому что есть пульт, есть брелок. Можно поставить на сигнализацию в самой панели, а также в самом приложении. Данное приложение работает и в мобильной сети, и в Wi-Fi сети. Помимо данной функции, на сигнализацию поставить или снять ее еще можно с помощью звонка. То есть вы звоните на номер, который установлен в вашей сигналке. Вас мужчина спрашивает, вам поставить на сигнализацию или снять сигнализацию, и вы указываете там цифру. То есть вам даже не обязательно использовать вот это приложение, чтобы удаленно поставить на сигналку или снять с нее. Это тоже очень удобно. А теперь давайте протестируем датчик дыма. Об этом, кстати, мне попросил мой друг. Поджигаем бумагу и размещаем под нашим датчиком. При этом у нас пришло сообщение. Видите, звонит звонок. То есть датчик дыма сработал практически мгновенно. Его можно использовать, как я и говорил, в разных целях. Но, как вы помните, в комплекте еще идет вот такая вот интересная камера. Она может подключаться непосредственно к интернету через провод. Может быть просто по Wi-Fi работать. При этом она у нас, к сожалению, не автономна, а работает от источника питания 5 вольт. В данную камеру я поставил SD-карту на 32 гигабайта, чтобы можно было записывать в реальном времени, что происходит в квартире. Посмотреть, что происходит в квартире. Очень удобно. Показывает эта камера в двух режимах SD и HD. И картинка очень даже достойная. Для подключения этой камеры есть тоже инструкция. Правда, она работает с другим приложением. Называется Tuya. Здесь все очень подробно описано. Не буду на этом останавливаться. Сложностей никаких у вас не возникнет. В целом, работой этой камеры я остался очень доволен. В процессе отдыха мы периодически заходили, смотрели, что происходит в квартире. Не шкодничают ли наши коты, собака. Так что данную систему я могу вам смело рекомендовать как бюджетная альтернатива более дорогим девайсам. А на этом я буду с вами прощаться. Не забудьте поставить лайк. Ссылочку на этот аппарат скину под видео в описании. С вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.